Раз, два, три, четыре, пять. Нормально слышно, да? Отлично, да? Я предлагаю, значит, не откладывать, не оттягивать начало нашей работы. Значит, объявляю заседание нашей секции обеспечения финансового суверенитета России открытой. Алло, вот так, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Видимо, надо держать максимально близко. Значит, мы открываем работу нашей секции, которая называется «Обеспечение финансового суверенитета России». У нас тут достаточно экспромтная такая идет работа. Поступают заявки на выступления. Желательно, значит, не просто обозначать заявку, но и тему выступления. Сразу хочу сказать, что у нас заявок много, поэтому где-то в пределах 7 минут, не более. Ну и для того, чтобы не для галочки нам выступать, я думаю, что 5 минут мы еще отведем на то, чтобы вопросы можно было задать и выступить в премиях. Вот, значит, у нас работа где-то до 17 часов, да, примерно? До 17.15. Вот. Если подустанем, можно будет где-то сделать перерыв, а не подустанем на одном дыхании. Не подустанем. Не подустанем. Ну, будем надеяться, да. В конце концов, если кто-то, так тихонечко можно как-то входить, заходить. Значит, у нас на выходе нашего заседания, на выходе работы нашей секции предполагается, значит, согласование документа, резолюция. Есть уже черновой вариант этого документа. Ну, мы попытаемся, значит, сделать болванку этого документа. Если не удастся достигнуть стопроцентного консенсуса, ну, тогда поручить наиболее активным участникам нашей секции доработать этот документ, а потом уже в рабочем порядке разослать и желательно получить подписи, для того, чтобы в дальнейшем мы могли как-то использовать этот документ, может быть, посылая его на разные уровни, на разные инстанции, может быть, даже вплоть до президента. Ну, значит, достаточно много секций в рамках Московского экономического форума. Я просто, пользуясь тем, что я уже вышел на трибуну, сразу хотел бы сделать небольшую запевку по теме работы нашей секции. Безусловно, что финансовый суверенитет России сегодня является важнейшим условием выживания России, важнейшим условиям дальнейшего существования и развития российской государственности. Да, в последнее время мы наблюдаем определенные позитивные процессы в сфере политической, оживления внутриполитической жизни. Мы наблюдаем позитивные процессы в сфере внешней политики. Но даже человек, неискушенный и далекий от каких-то вопросов высокой политики, чувствует, что вот эти инициативы, эти тенденции, они не имеют достаточной опоры в сфере экономики. И эти инициативы, они могут захлебнуться. И если говорить о финансовом суверенитете, то, конечно, это важнейшая часть экономического суверенитета. И экономический суверенитет, в свою очередь, является составной частью суверенитета политического и так далее. Значит, все-таки будем так говорить. Финансовый суверенитет – это, прежде всего, суверенитет национальной денежной единицы. Но все мы прекрасно знаем, Конституция Российской Федерации, статья 75-я, прямо говорит о том, что денежной единицей Российской Федерации является рубль. И, соответственно, никакие другие денежные единицы на территории Российской Федерации обращаться не могут. Ну и, конечно, мы прекрасно видим, что вот это положение статьи 75-й Конституции Российской Федерации не выполняется, мягко выражаясь, а если говорить более жестко, то просто попирается. Вот с моей точки зрения, это одна из таких чувствительных ахиллесов пят нашей российской государственности. и, конечно, если мы не сумеем добиться того, что рубль станет суверенной валютой, суверенной денежной единицей, наверное, без этого мы не сможем добиться и решения задач на других направлениях восстановления нашего национального суверенитета. Конечно, вопрос финансового суверенитета шире, чем вопрос только о восстановлении суверенитета национальной денежной единицы. Это и выстраивание правильной финансовой, финансово-бюджетной системы, это, безусловно, выстраивание правильной архитектуры денежно-кредитной системы. И сегодня, конечно, много конкретных предложений по поводу того, как нам исправлять нынешнюю ситуацию. И с моей точки зрения, конечно, может быть, то, что я скажу, для кого-то будет звучать слишком радикально, слишком резко, но я думаю, что нынешняя система требует не просто каких-то доработок и усовершенствования. Эта финансовая и денежно-кредитная система требует радикального изменения, а если еще проще говорить, то замены. Естественно, что возникает вопрос, а что можно предложить в качестве замены, в качестве альтернативы. Это вопрос, конечно, очень непростой, но я, в общем-то, по своему опыту работаю не чисто кабинетный ученый-экономист, а как-то приходилось и практически заниматься вопросами и денежно-кредитной, и финансовой сферы. Могу сказать, что все-таки лучше всегда использовать то, что уже было опробировано, и то, что продемонстрировало свою жизнеспособность. И надо сказать, что есть такая дежурная фраза «давайте изучать зарубежный опыт», а я говорю «давайте изучать свой собственный опыт». Почему-то мы с большим увлечением изучаем американский, европейский опыт, вспоминаем там южнокорейское экономическое чудо, еще что-то, и как-то начисто отсекаем собственный опыт, собственную историю. И в этом смысле я не стесняясь могу сказать, что в нашей стране в 20 веке была такая интересная модель денежно-кредитная и финансовая модель была тоже интересная, эффективная. Я имею в виду денежно-кредитную систему, которая сложилась в 30-е годы и которая позволила нашей стране провести индустриализацию, то, что сегодня стыдливо называется другим словом импортозамещение и подготовиться к отражению того удара, который был неизбежен, я имею в виду нападение фашистской Германии на Советский Союз в 41-м году. Более того, эта денежно-кредитная и финансовая система показала, проявила свою жизнеспособность в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны. И это не просто голословное утверждение, можно сравнивать, скажем, как реагировали на войну, скажем, западные демократии, Соединённые Штаты, Великобритания, я уже не говорю про те страны, которые оказались оккупированными Германией и её союзниками. В этом смысле наша модель, она оказалась гораздо более эффективной и жизнеспособной. Когда я говорю такие слова, сразу же со стороны некоторых оппонентов возникает такая реакция, достаточно бурная, эмоциональная, и мне пытаются доказывать, что вот, собственно, из-за неэффективности нашей экономики и произошли те трагические события, о которых мы, собственно говоря, вспоминаем с прискорбием, развал Советского Союза, превращение Российской Федерации как части Великой Советской, а до этого Российской империи, будем так говорить, в достаточно полуколониальное государство или образование, я говорю, что это как раз именно результат того, что начала мутировать та самая денежно-кредитная финансовая система, которая была создана в 30-е годы, успешно функционировала в 40-е годы и продолжала где-то функционировать примерно до середины 50-х годов, максимум до конца 50-х годов. Это, будем так говорить, важный элемент той модели, которую я условно называю сталинская экономика. Сталинская экономика. Ну, тут сразу же начинаются тоже обычные эмоциональные реакции, типа того, вы, Валентин Юрьевич, сталинист, я говорю, я говорю об экономике, а не о личности, поэтому и вам тоже предлагаю именно сконцентрироваться вот на этой стороне вопроса. И более того, я хочу сказать, что ведь эту модель изучали, и не только изучали, но и практически применяли такие страны, как Германия, Италия, Франция после Второй мировой войны. Я имею в виду даже шире не только денежно-кредитную финансовую систему, но и систему планирования, и систему централизованного управления экономикой, использование межстрателевых балансов и так далее, и так далее. Это отдельная большая тема. Вот поэтому я понимаю, что нельзя дважды войти в одну реку, нельзя, безусловно, буквально копировать то, что было создано в 30-е годы, но мы, по крайней мере, обязаны это знать, и тогда у нас действительно появятся какие-то идеи, и мы не будем просто изобретать велосипед или открывать какие-то новые Америки. К сожалению, вот сегодня мы находимся в русле этого мейнстрима. Сейчас, конечно, уже начинается некое прозрение, уже, по крайней мере, среднее поколение понимает, что то, что нам рассказывали, преподавали, всё это, мягко выражаясь, не соответствует реальной жизни, а некоторые наиболее прозорливые и пытливые начинают понимать, что это как раз и был способ превращения нашей страны в такую полуколонию. Ну, слава Богу, я как преподаватель могу сказать, что и с молодёжью сегодня легче работать, и если, скажем, ещё 3-4 года назад надо было тратить неимоверное количество сил и времени для того, чтобы объяснить самые простые азбучные истины молодёжи, а сейчас она понимает гораздо быстрее, можно сказать, с лёту понимает. Так что в этом смысле нам надо двигаться на нескольких направлениях. Во-первых, конечно, нам надо свои идеи доводить до лиц, принимающих решения, я имею в виду до нашей власти. Я прекрасно понимаю степень восприятия новых идей нашей властью, но, тем не менее, вода камень точит. Во-вторых, конечно, это работа просветительская, образовательная. Это тоже очень важно, по крайней мере, на этом направлении я чувствую какие-то позитивные сдвиги, чувствую результаты работы, а это очень важно. Вот, собственно, такое моё предварительное слово, и я надеюсь, что, значит, моё предварительное слово, последующие коллеги, друзья сумеют развить, углубить, ну и, может быть, даже где-то мы и проведём дискуссию. Но я надеюсь, что дискуссия, она будет в любом случае конструктивная, потому что она не должна быть просто каким-то спором, потому что в споре рождается большое, собственно, я, а нам надо, чтобы на нашей секции родилась истина, с большой боку. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентин Юрьевич. Пожалуйста, вопросы к спикеру. Пожалуйста. Ваши личные мнения, когда вы хотите, если у вас реального ощущения, что-то-таки, вроде, число на 5-10-30 годах, мне кажется, что второй день на фоне звучат отходу зравой вещи, которые, если вы для предстоящего государственного администрации, при этом, не одного, это факт, что не стоит, кому-то там стоит, на который тоже регулярно Спасибо. Спасибо. Коллеги, просьба сужать, сужать вопрос. Я вам откровенно скажу, я стараюсь лично над собой работать. Я понимаю, что в результате нескольких десятилетий, будем так говорить, получения разных видов образования во мне сформировали, я бы сказал, такой западно-протестантский тип мышления. И я прекрасно вижу ограниченность этого типа миропонимания и мировоззрения. То есть у нас такое линейное, будем так говорить, рациональное причинно-следственное мышление. Мы в России, в России другая цивилизация, здесь нелинейное мышление и совершенно нестандартные ситуации. Как сказал поэт, умом Россию не понять. Это не просто красивая фраза. И в этом смысле сколько уже было интересных поворотов в истории России, которые не могли предсказать даже самые гениальные люди. Ну, я не буду сейчас удаляться в историю, скажем, конца 19-го, начала 20-го века, но буквально единицы могли сказать, что будет там, скажем, 17-й год, февраль, будет там, скажем, ноябрь 17-го года и так далее. Да многие люди просто говорили, что не будет первой мировой войны, и вообще мир входит в совершенно другое качество. Ну вот, я не знаю, конечно, есть такой русский философ Владимир Соловьев, я тут что-то решил его полистать, его известную, известнейшую книгу «Оправдание добра». И неожиданно вдруг Владимир Соловьев говорит, поскольку христианство уже захватило большую часть мира, ну, они обсуждают, какой вид христианства, там, протестантизм или католицизм, и потому что интернационализация хозяйственной жизни охватила всю планету, то, я уже перевожу на современный язык, то хозяевам денег, крупному капиталу, невыгодно ведение войн. Это было сказано накануне, буквально за полтора десятка лет до начала Первой мировой войны. То есть в этом смысле я хочу сказать, что, а с моей точки зрения, Владимир Соловьев – это тоже представитель западного менталитета. И, ну, я председатель русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, мы возвращаем память о русских экономистах, философах, и начинаем понимать, что у них было другое зрение и другое миропонимание. Поэтому вот сказать, что завтра будет то-то и то-то, я этого не решаюсь вам сказать. Не знаю, как оно будет. Я даже не знаю, что там думает по поводу сегодняшних событий наш президент Владимир Владимирович Путин. Есть масса версий различных, но, понимаете, в свое время, в советское время была очень такая мудрая фраза – каждый народ имеет тех правителей, которых заслуживает. Так что в этом смысле я вот живу по этой формуле. Хотим иметь другого руководителя или того же самого Владимира Владимировича Путина, который развернется немножко в другую сторону, значит, и мы давайте будем разворачиваться. Это совершенно такие, я бы сказал, не механизмы вот такого рационального понимания мира, понимаете. Вот я бы так каратенечко сказал на эту тему. Что-то у вас там было еще в начале вопроса, но я уже не помню. А? Не, ну, понимаете, знаете, когда говорят, есть ли у вас вера, ну, понимаете, мы все-таки Россия, великая цивилизация, у нас как бы основная религия православие, понятно, у нас есть вера в Бога, в Христа, но верить в отдельно взятого человека – это уже язычество. Поэтому пока мы от язычества не избавимся, но вы сейчас меня провоцируете на тему, которая мне, конечно, намного интереснее, чем обсуждение, скажем, какого-нибудь денежного мультипликатора. Но приходите, сегодня у нас будет заседание молодежной секции Русского экономического общества имени Шарапова. Вот нам мы с удовольствием эти темы обсудим. Спасибо. Сегодня будет 18.30, Большая Серпуховская, дом 24. Пожалуйста. Вы знаете, тоже очень интересный вопрос, кстати говоря, ведь эти вопросы, между прочим, задавали… А не только в аудитории Московского государственного университета в 21 веке. Вот опять-таки, вспоминая русскую мысль 19 века, вспоминая такого русского мыслителя, как Константин Леонтьев, он говорил, вы знаете, в России все должно быть русское. Вот у нас есть, предположим, такие консерваторы в России, которые говорят, да, вот у нас славянофилы, они соглашаются, что все должно быть свое, ну а технология-то интернациональна. А вот из той плеяды мыслителей, я Константина Леонтьева особенно уважаю, он говорил, и технологии должны быть наши, национальные, суверенные. Вот этот миф насчет интернациональной науки и техники, он неожиданно подверг сомнению, понимаете. И вот чем интересен Соловьев, он умел подвергать сомнению вот те аксиомы, которые, как он говорил, принесены были с Запада, и мы их считаем именно аксиомами. А они не аксиомы. И много таких вещей. Но, например, вот еще есть разряда аксиом. Он говорил, считается, что политика государственная должна быть нравственной. Он говорит, а почему? Нравственность – это же нормы межличностных отношений. Вот Россия стала руководствоваться какими-то высоконравственными принципами, там, скажем, на Балканах или еще в какой-то части страны, и мы начали проигрывать. Он говорит, что это неправильно. Я просто, понимаете, вот все ваши вопросы, они как бы корень взря, потому что фактически нам для того, чтобы выйти из нынешних тупиков, надо свое сознание перестраивать. Спасибо за вопрос. Последний вопрос, я думаю, да? Пожалуйста. Громче, громче, пожалуйста. Самое главное – это найти контуры вот этого самого механизма обеспечения суверенитета. А пока люди занимаются, Владимир Владимирович, что подобное, что скажет, мы должны сами понять, каким образом можно его достигнуть. А этот вопрос очень сложный. Как построить такую систему, чтобы был обеспечен финансовым средством? Поэтому давайте займемся именно этим направлением, чтобы докладчики предлагали механизм этого. Вы знаете, суверенитет… Пожалуйста, хватит болтать. Да. Адинственная технология и система. Точно. Вот поддерживаем. Верезий нет. Верезий нет. Верезий нет. Верезий нет. Верезий нет. Я расскажу вам. Субъекта в горе. Я в еду. Единственное, братья и сестры, коллеги, я хотел бы сказать, что за два с половиной часа у нас точно нет времени для того, чтобы заниматься винниками и шпунтиками этого механизма. Нам надо понять метафизику вопроса. Спасибо большое. Я думаю, что надо сейчас приостановить, потому что мы просто по времени. А? Еще один? Ну давай только быстро. И погромче. Леш. Ну, понимаете, в стране может быть один центральный банк. В Республике Крым может быть учреждение, на вывеске которого написано «Национальный банк Республики Крым». Это фактически статус территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации. А, собственно, наверное, так и есть. Я просто не смотрел на эту вывеску, но, в принципе, территориальное учреждение там создается, насколько я так понимаю. Более того, даже полтора года назад меня еще вот, ну не полтора, а ровно год назад меня даже приглашали поучаствовать в создании этого учреждения. Ну, дело в том, что при той команде, которая сегодня царствует на Неглинке, конечно, я думаю, что, будем так говорить, совершенного территориального учреждения в Республике Крым точно не получится, потому что он будет иметь точно такой же статус, как и остальные 80 территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации. Я просто в прошлой жизни немножко работал как раз по направлению территориальных учреждений Центрального банка, так что эту тему я неплохо знаю. Так, а первое? Национализация, да, в принципе, я хочу сказать, что попытка национализации Центрального банка предпринималась еще в начале 2000-х годов, когда Владимир Владимирович Путин пришел на первый срок своего президентства. Я не знаю, конечно, вот этих всех кулуарных нюансов, но я думаю, что он тоже понимал, что если не будет подконтролен государство Центральный банк, то вряд ли он сумеет что-либо реализовать. И вот те поправки, которые готовились к федеральному закону Центрального банка, они были выхолощены, а, собственно, попытка была еще в начале нулевых годов. Ну, я периодически встречаюсь с депутатами Государственной Думы, и когда я им так это уже погружаю в тематику Центрального банка и даю им панораму мирового опыта, как, собственно, люди противодействовали созданию Центральных банков, как они пытались проводить национализацию Центральных банков, что сегодня происходит. Много интересного эмпирического материала по той же Аргентине, по Венгрии. Многие, конечно, сразу говорю, скисают, потому что понимают, что это намного сложнее, чем даже Суворову было брать крепость Измаил. Так что, ну, в принципе, конечно, задача правильно ставится. Нужна национализация. Так, давайте последние вопросы, все, коллеги. Попытка чего? А, ну, я знаю точку зрения Юрия Юрьевича, да. Ну, понимаете, в принципе, то, что говорит Юрий Юрьевич, это не противоречит тому, что я говорю, потому что, в принципе, можно говорить просто о разных типах государства. Просто Юрий Юрьевич имеет в виду, что не просто национализировать, но изменить природу государства. В этом смысле я тоже с ним согласен, потому что ко мне подходят некоторые представители общественного движения, движение за национализацию. Я говорю, постойте, постойте. Во-первых, сегодня целый ряд олигархов уже заявили о том, что они готовы сами на такую национализацию. Гроб говоря, государственные активы, которые были приватизированы, они отжаты уже как лимон. Это, я говорю, мировой опыт, это называется вот такие качели, туда-сюда. Вот, поэтому, я говорю, не поддайтесь на очередную, как бы, удочку, на очередной крючок, потому что, и опять-таки, что за государство? Какой тип государства? Если это будет национализация при нынешнем политическом руководстве, то, конечно, это будет фактически просто построение новой модели государственного капитализма. А нам, конечно, государственный капитализм не нужен. Так что, тут много нюансов. Спасибо за вопрос. Спасибо, коллеги. Значит, у нас повестка такая. Сейчас 15.00, мы работаем до 17.15, потом нас отсюда выгоняют на завершающее заседание Круглого стола, не Круглого стола, экономического форума. У нас 11 докладов. Соответственно, регламент такой. 7 минут на доклад и 4-5 минут вопросов. Пожалуйста, я обращаюсь ко всем докладчикам, я буду вызывать и говорить, кто готовится. Значит, быстро занимать место, быстро запускать презентацию, значит, и давайте вопросы, значит, по существу не будем размазывать, чтобы мы заслушали всех, кто заявился. И еще одно. Значит, мы заинтересованы в том, чтобы сформировать электронный сборник по результатам сегодняшнего Круглого стола, поэтому, пожалуйста, все докладчики, кто, значит, выступит, передайте мне свои реквизиты, чтобы я мог разослать шаблоны, по которым можно будет оформить доклад для сборника. Ну, мы это быстро сделаем, я думаю, в течение ближайшей недели-двух. Так, значит, сейчас, значит, мы докладываемся по алфавиту. Сейчас выступает Аброськин. Я заранее извиняюсь, если я буду искажать фамилию. Подготовиться, пожалуйста, Абрышов, правильно фамилия? Абрамов? Ну, вот оно, да. Извините, Абрамов. 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 Уважаемые коллеги, тема доклада озвучится сразу. Да, тема доклада «Трансформация финансовой системы через отказ от рентной бизнеса финансовой психологии». Связана эта тема с тем, что психологические аспекты финансовой деятельности и, в первую очередь, на государственном уровне и на уровне предпринимательства, как выяснилось, оказывают очень серьезное влияние на деятельность существующей финансовой системы. Ну, на нашем форуме и в пленарных заседаниях, и на круглых столах, и на других мероприятиях высокого уровня всегда звучит в последнее время критика существующей финансовой системы. Ну, должен заметить, что она выгодна значительной части финансового истеблишмента и даже значительной части банков, которые стонут, говорят, что мы не можем в таких условиях работать, и значительной части бизнеса, который тоже стонет и тоже говорит, что в таких условиях не может работать. Вот такая парадоксальная ситуация сейчас сложилась. Понятно, что успех финансовой системы, которая будет ориентирована на нашу экономическую независимость и развитие, будет обеспечиваться отказом от этой рентной психологии финансовой деятельности. Ну, здесь, как видите, основные положения данной психологии. Ну, в первую очередь, это высокая маржинальность бизнеса, то есть работа с высокой наценкой, ориентация на высокую рентабельность, быструю окупаемость по времени, склонность к созданию неэластичного спроса по цене при помощи механизмов монополизации, предпочтение бизнеса, который построен на изворотливости, хитрости, цинизме, а не столько на конструктивной планомерной работе. То есть это в основном торговый бизнес, бизнес, связанный с рентой, допустим, арендным делом, сырьевой бизнес и так далее. И в предпринимательстве это предпочтение потребления, причем демонстративного, которое сейчас во многом через социальные сети выставляется предпочтение этого образа жизни, инвестированию. То есть это вот черты такой рентной финансовой психологии. Теперь давайте посмотрим, как этот механизм сформировался. Если небольшой экскурс в историю, почему это произошло, мы знаем, что примерно 7, но от силы 10% людей обладают исключительными предпринимательскими качествами, но не исключительными, немного больше. И эти люди должны куда-то эту энергию канализировать. Вот в сталинское время она канализировалась в систему кооперативов, артелей, не считая колхозов, которые создавали чуть ли не до 12% совокупного общественного продукта. А потом, когда эта система была уничтожена, они перешли в нелегальный сектор. То есть это цеховики, фарцовщики и так далее, с весьма специфическими навыками ведения бизнеса. И дальше все это уже в наше время стало всплывать. Значит, к чему это привело? Вот я проанализировал данные по Калужской области, северо-восток, где я живу, в городе Обнинске, хотя работаю в Москве. И вот вы сами видите, значит, какие интересы у предпринимателей сейчас преобладают. Как видите, это, к сожалению, максимизация личного потребления. К чему она приводит? Ну, во-первых, это отрицательный компетентностный отбор идет. То есть, как говорили коллеги на пленарных заседаниях, это уничтожение компетенции. Возникает рентный бизнес-психология. Ну, вы видите прекрасно, значит, основные ее черты. Это административная монополизация рынков, создание неэластичности спроса с высокой маржинальностью. Предпочтение технологически простых бизнесов. Выгодность, как ни странно это звучит, выгодность демонетизации экономики и высокой цены денег, потому что тогда можно работать не с оборота, а именно, опять же, с высоких процентных ставок банковской деятельности. Создание искусственной бедности тоже выгодно в данной ситуации. Но что самое сейчас страшное, это финансирование региональной и муниципальной экономики, особенно после майских указов 2012 года нашего президента, через представленные здесь механизмы. То есть, искусственное создание среды для правонарушений, монетизация, скажем так, общественного пространства, ну и прочие факторы, которые здесь показаны. На уровне обывательском, на уровне обычной жизни происходит примерно следующее. То есть, вот эта же психология, она воздействует точно таким же образом. То есть, создается эталон экономической успешности теми людьми, о которых я уже говорил, ну и, соответственно, они этот эталон тиражируют на 93% всех остальных, ну и дальше это приводит вот к тем последствиям, которые здесь на схеме обозначены. То есть, это к кредиту, к личному и семейному стрессу и к возникновению социальной напряженности. Значит, на своем примере могу показать, вынужденно пришлось в моей семье стать ипотечными заемщиками. Вот, посмотрите, обычная двухкомнатная квартира, очень недорогая в городе Обнинске. То есть, банк получает кратную выгоду от высоких процентов. Ясное дело, что демонетизация экономики ему очень даже выгодна. Ну, остальное, я думаю, посмотрите в публикации, если будет. Ну и вот, посмотрите, значит, насколько выгодно, ну это факты по нашей оплате труда, насколько она низкая. То есть, в завершении доклада мне бы хотелось сказать, что именно трансформация с рентной финансовой психологии на конструктивную, то есть на низкомаржинальную, на планомерную работу, на кропотливую работу, она будет одним из составляющих успеха перехода к суверенной финансовой системе. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Во-первых, нужно менять систему. В первую очередь, это усилия. Да, какие изменения? Ну, во-первых, это всемерные усилия по демонополизации рынков. Они сейчас практически не предпринимаются, то есть это автоматически выдвинет те отрасли бизнеса, которые будут низкомаржинальными, высокооборачиваемыми и более конструктивными. То есть снятие внутренних административных барьеров. Естественно, нужно менять управление, особенно и на верхнем уровне, и в регионах, потому что это все завязано в единую систему. То есть провокация вот этих всех факторов, она идет оттуда. То есть, ну, вплоть до люстрации, можно сказать и так. Это второй момент. Ну, и третий аспект, это, конечно, через образовательную систему. То есть это пропаганда такого бизнеса, о котором я уже говорил. То есть бизнеса конструктивной направленности. Но вообще эта работа очень кропотливая. Она за один день, за один год не делается. Но фактически она должна начаться со смены экономических элит. Так, пожалуйста, вопрос. Спасибо за очень интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашем близком окружении, у каждого из нас есть десятки человек. Какая часть трансформировала это нескольство, а не стала соблюдать? Какой среда? Ну, скажем так, среди моего близкого окружения нет людей, которые бы вот четко представляли из себя тот бизнес, который именно вот этой рентной психологией обладает. То есть вот просто нет. Я не могу на этот вопрос ответить. Именно близко их. Так, спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Спасибо. Так, секундочку. Вот это, да? Да, да, да. Да, да, да. Да. Да, пожалуйста. Да. Есть два направления всегда в действии. Никому, как климатистка. Скажите, это понятно, что надо бороться в процессе, в присвоении легких. Скажите, а есть ли меры, кроме как политических, законодательных мер, вы понимаете, установление верхней границы процесса, как вам будет странно. Или какие-то другие меры можно использовать? Вы знаете, в принципе, такие меры возможны, но как показал последний 20-летний опыт, кстати, особенно 90-х годов, когда ограничивали рентабельность, другие подобные меры предпринимались, они очень легко обходятся. Причем именно этой частью бизнеса. Очень легко. Так, еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Мы поставим много. Ну, возможно, да. Все, выключайте. Вот координаты здесь все есть. Ну, спасибо, наверное, да, за доклад. Так, пожалуйста, господин Абрамов, значит, у нас просится коллега из Питера, я думаю, ну, она просится вне очереди, я думаю, дадим минуты три, да? Не будет возражать собрание против исходно принятого регламента? Только потому, что с Питера, потому что на поезд опаздывает. Нормально так? Ничего? Хорошо. Пожалуйста. Пока тут настраивают. Абрамов Константин Дмитриевич, военный пенсионер. Лет 30 за трибуны не было, поэтому за кастоязычность прошу извинения сразу. Но решил, как бы, не готовясь выступить. Почему? Потому что на, как бы, форуме этому в течение обоих дней постоянно болезненно выходит вопрос по реализуемости предложений, которые идут, шли на предыдущих форумах и сейчас. Ну, если даже Сергей Юрьевич Глазев сказал вчера, что нет органа, который будет заниматься вопросом, значит, целеполагания в российской экономике и тем более дальше, как бы, вот по реализации. Ну, поскольку у меня там раньше были кое-какие размышления, и они были со мной, я все-таки решил вот выступить. Значит, по реализации уже в стране кое-какие шаги сейчас начали осуществляться, а именно после присоединения Крыма, вообще говоря, патриотический подъем, он уже, как бы, суверенизация, в вопросах суверенизации страны – это первый шаг. Мы видим последовательную работу сейчас в стране по укреплению вооруженных сил. Деньги, финансы всегда идут за силой в мире. Никогда наоборот. Укрепление вооруженных сил, если, как бы, мочь России будет реализована, где-то доказана, это позитивный шаг по пути финансовой суверенизации страны. Значит, делаются сейчас робкие шаги, конечно, по возврату капиталов и элит из офшоров. Ну, надеемся, что это будет подвинуть. Подвижки более сильные. Вообще, Россия сейчас и мир на краю очень сильных потрясений, и Россия, конечно, должна выйти из вот тех грядущих потрясений, которые вообще неизбежно сейчас накатываются, на мой взгляд, на ситуации, выйти должна, имея все необходимое и достаточное для долгосрочного устойчивого развития. Развития. Значит, дальше. Значит, вот идеи и возможности для стремительного развития страны у нас не реализуются. Россия находится в рамках умелых и последовательно навязываемых ей политических экспериментов, условий и проблем, надежно ограничивающих возможность ее развития. В принципе, эти проблемы все экспертным сообществам известны, а вот как реализовать и как выйти из этой ситуации, здесь на самом деле вопрос очень сложный, болезненный, который вообще требует серьезной работы. Но так сложилось, что я поинтересовался, а как же, в принципе, по устройству, что является базисом стабильного, долгосрочного развития других государств в мире. Многие вопросы, как бы спектр изучил, прошел, изучил. Вывод какой, да? Безусловно, является патриотичность национальных элит. Явным признаком стабильности является еще и государственное устройство. И вот вопрос государственного устройства оказывался очень интересным. Если взять, как бы, страны-лидеры по ВВП на душу населения, то в верхние строчки, ну даже там строчек 15, если брать, мы увидим такую закономерность. Это монархи. Ну и там вклиниваются США и Швейцария. Швейцария 11 место, США 14 место. Монархия, понятно, да? Страна, жесткая политическая система. Вопросов нет. Швейцария и США оказываются не менее жесткая политическая система с доминантом финансовой олигархии. Сейчас я, еще пару минут, да. С доминантой финансовой олигархии. В Швейцарии командует, в принципе, руководит Нацбанк, США, ФРС. Причем руководящий состав вот этих финансово-олигархических структур, руководство им, они имеют очень серьезные полномочия и высочайшую устойчивость. ФРС, Совет Управляющих, он функционирует в течение 14 лет, например, да? И это непрерывные такие органы, которые осуществляют надежное управление властных, реально властных элит в этих государствах, да? Сейчас я дойду до предложений наших, да? До предложений по стране, да? Нет, сейчас я... И именно вот... И именно для... Вот для реализации идей и задач этих властных элит существуют вот в жестких рамках в этих странах демократии. Сейчас, подождите. Нет, давайте не раздуваться, давайте... Да, значит, предложения какие? Исходя вот из высказанного, считаю, и то, что вот Глазьев сказал, что у нас нету, значит, органа, который будет заниматься. У меня тут было предложение, можно как угодно назвать, но нам необходим орган долгосрочного концептуального развития страны, обладающий реальными механизмами влияния, правовыми финансами на властные органы, как бы, реального управления, да? Значит, на правительство страны. Вот существующий... Сейчас я скажу еще одну особенность, закономерность которую увидел, значит. Существующая вот, как бы, существующая власть, она у нас, получается, избирается на пять лет, реально функционирует меньше, потому что перевыборы туда-сюда, и самое интересное, что даже конфликтует. Президентские указы майские правительства фактически там не исполняют, да? Вот, но вот говоря о закономерности, по именно долгосрочной устойчивой управляемости государства, есть такая закономерность, что, значит, срок полномочий властных государственных элит, да, вот в государствах во всех, которые занимают высшие строчки по ВВП, срок полномочий, он не ниже, чем планы развития. Коллега, давайте остановимся на этом. Ну вот. Так, уже потому что вот. Так, вопросы к докладчику? Вопросов нет. Так. Да, коллеги, давайте придерживаться... Простите, пожалуйста, здесь не ликбер, здесь надо ставить вопрос, технологии, где-то не входит, контекстуально надо ставить вопрос, а мы... Анатолий, для чего мы собрались? У меня надо собраться. Еще у меня одно позвольствие. Когда уважаемые, как бы, вот, мы это, себя вот так вот ведут, не слушая того, что это произносится, не участвуя в работе, а хихикая и переписывая, да, это были, как, по крайней мере, неприлично, и вы здесь задаетесь для того, чтобы реально вести эту дискуссию, а не слушать, как за какой-то судейской конференции, кто-то, кто-то, кто-то вас... Пусть, пожалуйста, в ответ. Так, ну, значит, коллеги, я услышал вот что. Во-первых, давайте по тематике выступать, во-вторых, давайте проявлять уважение друг к другу. И соблюдать регламент. Значит, ну, я буду просто жестче действовать тогда. Да, хорошо. То есть, заранее прошу извинения за жесткость. Так, значит, сейчас у нас... Прошу, значит, у нас Печенская Мария из Петербурга, очень быстро, пожалуйста, значит, готовится Айвазов. Айвазов. Добрый день. А какое отношение к этим сообщениям вообще? Дело в том, что мы не отсматривали эти сообщения, мы их не рецензировали. Они поступили прямо перед... Вы понимаете? Так, все, Мария. Нет, нет, нет. У нас финансовый суверенитет, простите. Да. Да, да, да. Просим прощения. Тема не соответствует. Так, пожалуйста, господин Айвазов. Держитесь темы. У нас, к сожалению, издержки, связанные с тем, что у нас импровизированный стол, мы идем не по заранее заявленным докладам. У нас заранее заявленных докладов три штуки. Выступление 11. Поэтому, к сожалению... Да, пожалуйста. Спасибо. Я Айвазов Александр Ильич, независимый аналитик. Значит, вопрос по обеспечению финансового суверенитета достаточно обширен и очень сложен. Здесь уже говорил Валентин Юрьевич об этом. Здесь говорилось, что национализация банка центрального и так далее. Скажите, пожалуйста, если национализировать банки, и госпожа Набиуллин со своей командой будет там сидеть, что-нибудь изменится от этого? Что изменится? Да? Здравствуйте. Само она будет служить в ЦВФРС, а не финансированной строительной страны будет. Значит, во-первых. Во-вторых, кому будет подчиняться центральный банк? Президенту или правительству? Хорошо. Поэтому я хочу вернуться к изначальнице. Нужно определиться, что собой будет представлять обеспечивать финансовый суверенитет. И хочу продолжить то, о чем говорил Валентин Юрьевич, о том, что сначала начинается с политического суверенитета. Вы вспомните, что в 2000 году, когда пришел к власти Владимир Владимирович Путин, о политическом суверенитете разговоров не шло. Только в 2007 году на Минкенской конференции он впервые поставил вопрос о необходимости политического суверенитета. И сейчас это самое... Будешь терпения немножко набраться? Значит, и сейчас только начинается у нас отстаивание политического суверенитета после Крыма. Потихоньку, потихоньку, но мы приходим к тому, что необходим и финансовый суверенитет сейчас. Когда санкции ввели, когда начали нападать со всех сторон, появилась проблема с финансовым суверенитетом. Но здесь возникает вопрос. Если, допустим, национальный банк должен подчиняться целоправительству, то где гарантия, что он не будет печатать деньги под необходимость, под бюджетные потребности с государством, а не будет какая-то связь со всей экономикой. Такой гарантии нет. И мы вспомним последние годы советской власти, когда у нас был огромный денежный навес, и Центральный банк, или Госбанк тогда печатал деньги в бесконечном количестве. Мальчик. Но если у людей нет терпения послушать, то что поделаешь? Ну не терпешь, они их просто выплескивают наружу. Попробуйте сфокусировать свой доклад на конкретных предложениях. Не резюмируйте, потому что публика злится. Публика злится, потому что просто бардак здесь заводят люди некоторые. Они в любом случае будут создавать бардак в любой ситуации. Так вот, если мы будем говорить о финансовом суверенитете, то мы должны понять, откуда будут браться в первую очередь деньги. Если мы вспомним, что говорил выдающийся русский самоэкономист Шарапов, как раз Центр, который представляет Валентин Юрьевич Катасонов, то он говорил о том, что должна быть система выстроена с Государственного банка Центрального и все региональные банки и так далее. Все они должны финансироваться. Но мы должны тогда самоиспользовать тот опыт, который был в революционной России. Этот опыт нужно изучать, этот опыт очень богатый у нас. Были так называемые тогда судосберегательные товариства, которые имели огромный самоэкономический эффект. Их было больше 3,5 тысяч, и они кредитовались государственным банкам. Более 100 миллионов рублей было предоставлено судосберегательным компаниям, товариствам, которые развивались по всей России. И они исходили снизу как раз, а не сверху навязывались. То, что навязывается сверху, как правило, не бывает эффективным. А то, что рождается снизу, оно и является эффективным. Поэтому сбоку тем более. Вот у нас сбоку уже навязали нам ФРС, навязал Центральный Банк, вот мы получаем то, что сбоку навязано. Так, коллеги, вопросы есть по докладу? Так, нет, ну вот, пожалуйста. Извините, я такого продажи не делал. Я считаю, что курс рубля должен формироваться саморывающим способом, только действительно рыбающим способом. И организовывать это должно государство. Так, еще вопросы, пожалуйста. Нет. Так, спасибо. Так, господин Арапов, пожалуйста, доклад. Готовится господин Казанцев. Ага, готовьтесь. Без текста я уже не можете? Уважаемые коллеги, я хотел бы остановиться на таком вопросе, который связан непосредственно с финансовым суверенитетом, я бы сказал, с финансовой безопасностью России и любой страны, как вопрос о резервной валюте. Основанная на статусе доллара как резервной валюты, зависимость от действий Федеральной резервной службы США создает угрозу для экономической безопасности и стабильности государств в разных частях земного шара. Поэтому необходимо поставить вопрос о новой резервной валюте, которая является актуальным в создавшейся геополитической и геоэкономической ситуации. Поэтому, если начинать с предложения, то предложение такое, что необходимо решить вопрос о том, что может быть создание валютного союза, о котором сейчас говорится, сможет создать такую валюту, которая примет статус одной из резервных валют и сможет служить средством и в международных расчетах, и средством создания резервов, что позволит создать независимость России и других государств, входящих в таможенный союз, от действий Федеральной резервной системы США. Поскольку в настоящее время, даже если ФРС США не ставит цели воздействовать напрямую на экономику других стран, то действия, предпринимаемые для решения внутри американских вопросов экономической политики, приводят к часто катастрофическим или очень тяжелым последствиям для экономик других стран. Я планировал, может быть, более длительное выступление, где хотел говорить о перспективах именно юаня в качестве резервной валюты, но не буду занимать много времени, поэтому просто вкратце перечислю возможные варианты в качестве резервной валюты, альтернативной валюте Соединенных Штатов, доллару США, потому что сейчас международная валютная система имеет две основных ноги, это доллар США и евро, и обе этих ноги хромают. Доллар США, я уже сказал, что политика такая, как количественное смягчение проводимое ФРС США приводит к созданию часто критических ситуаций, сейчас нет времени на этом останавливаться, но одна из причин кризиса на Украине была в частности изменение в политике количественного смягчения, что привело к резкому росту доходности ценных бумаг Соединенных Штатов и, соответственно, вывода капиталов из более рискованных ценных бумаг Украины. Итак, что касается евро, то эта нога хромает, потому что в значительной степени эта валюта без государства и надежды на принятие Европейской Конституции и создание реального государства во многом не оправдались. Одна и один из, значит, надо упомянуть специальные права заимствования, и в свое время именно Китай поддерживал идею повышения их роли в международных расчетах, но это не является полноценной валютой, она используется только в расчетах, в межгосударственных расчетах. Что касается юаня, то юань – это достаточно серьезная валюта, если исходить из экономической мощи Китая, но, однако, в настоящее время юань обладает лишь ограниченной конвертируемостью по счету движения капитала, хотя и Китай делает шаги в направлении к полной конвертируемости юаня, но это достаточно длительный путь. Поэтому предложение по финансовому суверенитету России заниматься созданием валютного союза и разработкой такой новой резервной валюты, которая позволит быть независимой от доллара США и действий ее федеральной резервной системы. Спасибо за внимание, я на этом завершаю. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, вопрос. Вопросы, пожалуйста. Да, но это если... Да, можно сказать, да, вопрос о превращении рубля тогда в резервную валюту, потому что это валюта, да, которая принимается другими государствами в расчетах. Да, если рубль будет так же приниматься, как доллар сейчас охотно другими государствами в международных расчетах, то я думаю, что это было бы действительно очень большим благом для России. Да, спасибо, спасибо за ваше мнение. Так, пожалуйста, вопрос. Не уходите. Вопрос на какой? А почему вы не рассматриваете, что вы говорите, что у нас самое главное валюта слова – резерв? И второй вопрос, который здесь есть. Почему вы не правильно задаете вопрос именно о резервной валюты? Что вы складываете в это понятие? Если рубль, то есть умерение, то это не какой-то валюта, покупать, что даем все за рубль. Да, да. По поводу первого вопроса – это один, другой аспект финансового суверенитета, с которым я согласен с вашей постановкой. Второе, что подразумевается под резервной валютой, валюта, которая используется в международных расчетах и в которой государства делают свои накопления. Поэтому если рубль действительно станет такой валютой, за которую мы сможем затем купить все, что нам необходимо и продав за нее что-то из того, что мы продаем, то можно сказать, что и рубль будет охотно приниматься, как я уже сказал, при международных расчетах. Это будет означать, что рубль реально становится резервной валютой. И это дает сразу большие преимущества для страны-эмитента этой валюты, для России, если это будет рубль. Коллеги, можно мы в кулуары перенесем, потому что я вижу пять вопросов, пять рук. Давайте в кулуары, да? Ну давайте три. Хорошо, два. Так, значит, господин Казанцев, готовится господин Ланов. Благодарю за предоставленное слово. Вопрос о финансовом суверенитете должен начинаться с вопроса о финансовой юрисдикции Российской Федерации в отношении финансовых расчетов на территории страны. Вот. Это вопрос сложный. Вы все владеете различными кредитными и дебетовыми картами, и все операции по этим картам проходят через другие государства. Вот. Но здесь есть еще другой вопрос, о котором бы я хотел сказать в связи с 30-ми годами. Если мы сравним, значит, назначение главных бухгалтеров в нашей стране сейчас, в 30-е годы, и назначение главных бухгалтеров в других странах, Великобритании, во Франции, сейчас и в 30-е годы, то, как вы думаете, какая форма назначения главного бухгалтера на должность будет ближе к британскому или французскому опыту сегодняшнее в нашей России или 30-х годов? Конечно, вы не ожидаете ответа. В 30-х годах ближе к современной практике назначение главных бухгалтеров. Потому что главного бухгалтера в Великобритании, во Франции назначает собственник, а не главный менеджер компании или начальник государственного органа. Вот с этого начинается практика обкрадывания собственных компаний. Вот. Как это делается? Для этого есть специальные механизмы. Я кратко скажу. В Великобритании, в стране общего права, с особенностями, вот мне не дадут здесь коллеги соврать, это делается так, что только то лицо может быть назначено в соответствии с законом о финансовой бухгалтерской отчетности на должность главного бухгалтера, которая является членом Национальной ассоциации бухгалтеров. Членом Национальной ассоциации бухгалтеров может стать человеком, показывает, подтверждает бухгалтерскую практику, имеет, представляет рекомендации членов ассоциации и подписывает присягу, что где бы он ни работал, к этой теме, да, сейчас я объясню, это имеет хорошее отношение, и где бы он ни работал, он обязуется соблюдать законодательство о финансовой бухгалтерской отчетности. А если его руководитель принуждает нарушить его, он об этом докладывает Национальную ассоциацию бухгалтеров. Поэтому британское государство предъявляет иск государственным или частным компаниям через несколько лет за то, что они, исказив бухгалтерскую отчетность 4-5 лет назад, недоплатили налоги, например, и проводят национализацию компании в связи с тем, что у нее большие налоговые недоимки. Суверенитет начинается с юрисдикции. И без обеспечения систематической финансовой юрисдикции в отношении всех бухгалтерских расчетов, контроля, финансового контроля за расчетами внутренними, внешними и за расчетами внутри центра банка, о котором вы говорите. То есть, если бы у нас была в соответствии с Конституцией Российской Федерации, пункт Ж статьи 71, значит, когда предусмотрено создание в стране федеральных банков и федеральных экономических служб. Обратите внимание, это статья вне главы правительства. Это создание федеральных экономических служб, которые вне правительства. Это аналогичная система административным ведомствам, которые действуют в Федеративной Республике Германии, около 500 единиц. Большому количеству административных служб и агентств, подождите, в Соединенных Штатах Америки, когда такая административная система создается совместным актом президента и конгресса. И федеральные банки, создается законом. В Соединенных Штатах Америки есть Федеральный банк финансирования, у нас о нем никто не говорит. Но именно через этот банк, а не через Федеральную резервную систему, проводятся все бюджетные деньги. И для поддержки реальных компаний, реальной экономики, эти бюджетные деньги передаются через Федеральный банк финансирования, который возглавляет секретарь казначейства, а затем в отраслевые промышленные агентства, которые кредитуют промышленность по низким ставкам, осуществляя действительно жесткий взаимодавческий контроль. И так работает система американского планирования экономики с 19 века. Причем она не публична, потому что это частное дело. Обратите внимание, с этого частного дела только обсчитываются макроэкономические, экономические последствия для страны и публикуются. А поскольку это частное дело сделано сделками трехсторонними, два лица бизнеса и государства, это остается закрыто, это коммерческая тайна. И Соединенные Штаты Америки планировали экономику в 19 веке, в 20 веке. Пятилетние планы, они имели скользящее пятилетнее планирование, которое не мог создать даже СССР. Это правда. Не надо, это правда. Теперь дальше. Значит, в нашей стране распространена... Так, коллеги, 7 минут. Молодому поколению я рекомендую, почитайте книгу «Чемберлин. Защищенная докторская диссертация в Соединенных Штатах Америки в 1928 году. Монополистическая конкуренция». С этой книги и по последнюю Нобелевскую премию Джану Тиролю охвачен период времени, по которому свободного рынка в развитых странах нет. А есть рынок олигополистов. С олигополистами государство заключает договора. Все на верное. Вопрос, пожалуйста. Это опыт, опыт мировой. Вы знаете, что низкий курс рубля выгоден экспортным компаниям, которые поставляют углеводородов. Это все знают. Так, еще последний вопрос. Я только что сказал, что в нашей стране не созданы федеральные банки, не только типа американского, но и системы банков Германии, Франции. И федеральные банки, конкурируя на открытом рынке банковского кредита с частными банками снижают ставку банковского процента по кредитованию. Поэтому ипотека в Европе значительно ниже стоит, чем в нашей стране. Один момент. Другой момент. Они осуществляют взаимодавческий контроль за выполнением действий по бюджетным кредитам. В нашей стране бюджетные кредиты расхищаются. Мне доводилось и участвовать заседание высшего арбитражного суда, писать соответствующие бумаги. Я руководил отделом финансового законодательства в нашем институте в течение пяти лет. Другой вопрос. У нас из валютных ценностей выведены бриллианты и золото. У нас валютными ценностями являются только иностранные валюты. Это законом сделано. Много у нас внутренних проблем и внутренних пробелов, которые делают практически невозможным внедрение суверенитета. И это постепенно можно изменить. Более того, у нас доктрина финансового права убогая. Если вы сравните швейцарское финансовое право, вот Нобелю переведена книга, где под юрисдикцию Швейцарии подпадают и ценные бумаги, финансовые деривативы, все это регулируется финансовым правом Швейцарии. В нашей стране под доктрину финансового права, под его регулирование попадают только ценности, которыми владеет государство. При этом в нашей стране, даже в СССР, никогда не было публичного права собственности на государственные деньги и на государственное имущество. Нет его и сейчас. Казна Российской Федерации принадлежит Российской Федерации по правилам Гражданского Кодекса. Гражданский Кодекс и частное владение государственными бумагами и деньгами не защищается как юрисдикция в иностранных судах. Защищается только публично правовое владение. Американцы никогда не признают, если государство владеет собственностью по частному праву. Добрый день. Я вас приветствую от имени руководства и руководителя крупнейшей в мире финансово-экономической межправительственной организации. Это СССР, Совет экономической взаимопомощи и сейчас правоприемник и его международный консорциум Инфомир, решениями правительств наших стран. Сейчас мы являемся крупнейшей в мире по своему определению статусу. И поэтому я очень рад. Товарищ, ну не мешайте говорить. Значит, как это у нас сегодня публика на разностороннем. Так вот, все говорят, как будто никто никого не слушает. Так вот, у нас сегодняшний форум впервые радует наше руководство и меня лично. Значит, так как решением законодательной власти я представляю Россию в мировой финансовой системе Государственной Думы уже в течение 20 лет. И вот решение суверенитета России как раз сейчас наиболее прекрасный период. Именно России и Китаю предложено создать резервную валюту мира вместо доллара, евро и других валют мира. Поэтому мировое правительство, мировые финансовые системы, это предложило систем, что в 2009 году США и другие ведущие страны мира объявлены банкротом. В связи с тем, что они не рассчитались по праву отчета за мировую резервную валюту доллар, долг США составил единицу с 27 нулями перед мировым сообществом. Поэтому США не является уже формальной юридической мировой резервной валютой, но в связи с тем, что еще не заменена на новую резервную валюту, рубль или иань, решается вопрос, идет переходный период. Так вот суверенитет финансовый, а еще важнее, естественно, финансово-экономический. Деньги это только несколько функций, у денег не они, главное, так сказать, главная экономика страны, чтобы обеспечить суверенитет стране. Значит, поэтому наши вот межправительственные организации экономические, собрав лучшие умы нашей страны и мира в своем составе руководства, вот, Валентин Юрьевич Катасонов тоже в нашем составе и другие лучшие миры, в частности, вот, например, наши экономисты Самарина и Дорожка читают лекции в Станфорде, которая обучает тех, кто руководит Федеральной резервной системой США. Никаких других экономистов России там не представлено, поэтому неолиберальная экономика, которая последние 20 лет разрушает страну по указанию британского клуба через ФРС США, она, мы считаем, его время прошло именно в эти главные два дня на форуме, об этом и говорит все присутствующие докладчики. Ни Гайдаровский форум, ни Санкт-Петербургский, к сожалению, не говорят об этой идее, значит, но суверенитет страны может только быть реализован с тех предложений, которые освоены на этом форуме. Все великолепные доклады, один Делягин только, но у него фамилия такая, поэтому, значит, он, так сказать, отражает неолибералов. Поэтому мы считаем, что у России сегодня все основания есть для финансового суверенитета и экономического и военного тоже. Я поясню, на чем это основано. Россия единственное государство мира, обладающее максимальными активами на нашей планете. Ее активы распределены в разных странах мира, в Лондоне, в Гонконге, в США и других. И это знает вся мировая финансовая система. Именно поэтому не разрушился СЭФ и СССР, как многие говорят, неолибералы. Это миф. Никто не разрушался. СССР и СЭФ были самой успешной экономической системой в мире на планете. И в 85-м году мы подошли на второе место в мире по всем показателям после Соединенных Штатов Америки. К 95-му году мы были по всем показателям ведущей страной мира. Но приход Горбачева с помощью британского клуба разрушил нашу страну. И верхушка нашей страны начала вывозить ценности и разрушать всю экономику. Сегодня все об этом говорят. О преступнике Горбачеве, о его лите, которая создала группу Z. Две тысячи человек там вывозило на сотню триллионов средств из нашей страны, мешая нашему суверенитету. Это провела расследование Генеральной прокуратуры. Но почему-то никто из них не сел в места лишения. Это преступление крупнейшее над нашей страной. Но почему-то не сделано наказание. Так вот, для обеспечения финансового суверенитета страны все основания сейчас есть. И рубль или эквивалент энерговатт и другие предложения по новой мировой финансовой. А важная какая резервная валюта. Вот дилетантские методы говорят, а зачем вам резервная? Вот рубль достаточно. Рубль должен быть резервной. В этом основа. Значит, в том, что она должна быть заложена во все международные расчеты стран между собой, не только нашей страны, но и всех стран. Только та валюта, которая обеспечена, а только российская сегодня валюта обеспечена активами, никакая другая. Значит, ну, экономика США объединена людским потенциалом, а наша обеспечена всеми нашими недрами, интеллектуальным потенциалом и реальными активами, находящимися в банках мира, которые вывезены из нашей страны за сотни лет. Не только за последние 20 лет. Поэтому вывод сейчас готов. Мы сейчас провели совещание с миллиардерами Европы и Азии. Они все собрали средства для подъема России, чтобы Россия стала ведущей страной мира. И этим будет обеспечен ее актив. Собрал триллион евро. И мы предлагаем всем регионам России, берите деньги, берите оборудование, лучшие технологии в мире. Но ни один губернатор не берет. Потому что они расставлены прежней системой, неолиберальной, к сожалению. Но, надеемся, сейчас сдвиг произойдет. Президент с нами, вот окружение его не с нами. Это неолибералы, которые время ушло. 20 лет они нанесли ущерб этой стране. Я говорю, как руководитель межправительственной экономической организации, не только как гражданин России. Самый сильный ущерб. 60 миллионов населения потеряно. Не 144, а 87 сейчас живет на территории России. И средств. Разрушены все отрасли промышленности. У нас было сотни отраслей промышленности. Все разрушено. Все заводы, институты страны. Поэтому приходится сейчас за нуля. Да, технологии новые подготовлены. Базисом основы суверенитета будут новые биосферы, совместимые технологии, новые институты, новые заводы. Разрушились старые. Ну что ж, можем сказать, что хорошо помогли подготовиться к ремонту страны. Теперь она будет заложена на новых принципах, на новых заводах, на новейшем в мире оборудовании. Вот цель моего сообщения. Спасибо большое. Так, вопросы, пожалуйста. Нет, почему? Других может есть. Пожалуйста. А, Ланов Олег Алексеевич, председатель лицеполкома СЭФ, сегодня международный консорциум инфомир. 77 государств мира, теперь мы в интересах их действуем. Это 7 миллиардов населения планеты. Вопрос. 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 Нет, они не собираются. Они эти средства дают через увеличение уставного капитала. То есть все в рублях происходит, а не в евро и не в долларах. Значит, они сюда дают, обмениваются, там правительство дает евро и доллар. Но здесь все поднимает рубль. Это первое. И они собрали для подъема экономического пандесала страны. Им нужна альтернатива Соединенным Штатам Америки. Выбрана Россия, всем миром и лидер Путина. Последний вопрос. Нет, вопрос. Ответ не надо. Мы, эти миллиардеры Европы, объединились и с китайскими миллиардерами. Они говорят, не верьте политикам, верьте нам. Потому что не политики управляют миром, а мы. Вот Юань сегодня конкурирует Китай с Россией, кто будет лидером мировой экономики. Вот примут решение окончательно, когда примут. Но Россия договаривается с Китаем в сотрудничестве. Возможно, это будет. Мы сейчас предложили надвалютную систему взаиморасчетов международных. Помните, были чеки СЭВа. Мы сейчас восстанавливаем эти, которые будут конвертироваться в любую валюту мира для переходный период. Спасибо, я думаю. Нет, ребята, это самое. Все вопросы в кулуары. Мы договорились. Три вопроса. Так, значит, господин Насенник выступает. Следующий доклад мой. Проблема нынешней финансовой системы России в том, что она построена на неверных принципах. Этих неверных принципов целая куча. Я выделю три. Первый – это тезис о том, что деньги должны быть чем-то обеспечены. Второй тезис, что деньги должен выпускать отделенно от государства, хотя бы чисто бухгалтерские центра банк. И третий тезис о том, что одни деньги могут являться обеспечением других денег. Это все принципы глубоко неверные. Я проанализировал целую кучу различных моделей эмиссии денег, потому что вопрос, как должны эмитироваться деньги в нынешних учебниках по ДКБ, не освещается вообще никак. И проанализировав эти различные модели, выявил только две модели математические и логические непротиворечивые. Первая модель – это государственная эмиссия денег. То есть государство должно эмитировать деньги не в обмен ни на что бы то ни было, а просто через механизм дефицита государственного бюджета. Причем этот бюджет, дефицит федерального бюджета возникает чисто математически. То есть для того, чтобы эмиссия состоялась, государственные расходы должны превысить доходы. Соответственно, это не эмиссия используется для покрытия дефицита государственного бюджета, а дефицит государственного бюджета должен иметь место, чтобы эмиссия состоялась. При этом ликвидность государственным деньгам обеспечивает государство своим требованием уплачивать налоги этими деньгами и своим обязательством принимать эти деньги в уплату налогов. При этом очевидно нужно отобрать право на эмиссию у Центробанка, поскольку если Центробанк будет менять деньги на иностранные фантики и создавать при этом сколько угодно денег, то, понятное дело, система работать не будет. Два эмиссионных центра не могут быть. Эмиссию должно осуществлять только правительство. Второй механизм, который математически не противоречивый, это клиринговые расчеты. При этом эмиссия вообще не требуется. Клиринговые расчеты отличаются от обычного расчетного банка тем, что при проведении платежей банк принимает во внимание не только остаток на расчетном счете, а остаток плюс сходящий. Вот эта вот тонкая деталь радикально меняет всю систему. При этом можно проводить расчеты взаимозачетом, не имея остатков на счетах вовсе. При этом роль эмиссии денег вообще сводится к совершенно другим вещам. То есть можно при нулевых остатках проводить расчеты за счет того, что клиринговая система автоматически обнаруживает замкнутые цепочки платежей и проводит их взаимозачетом. Причем до 1996 года вот этот клиринговый механизм применялся в расчетно-кассовых центрах. И после того, как его убрали, единовременно, вот скажем, в Новосибирской области, обороты межбанковские упали в 3-4 раза. Причем это был клиринг даже не на уровне предприятия, а на уровне только банков. Если ввести клиринг на уровне всех предприятий, то у нас предприятия, грубо говоря, избавляются от необходимости брать кредиты на пополнение оборотки. То есть это вообще потрясающий механизм развития, который снимает предприятие с кредитного крючка, потому что у нас всем известно, что предприятия закредитованы в усмерть, и раздача денег через кредиты уже практически невозможна, поскольку предприятия и так закредитованы, просто не могут взять у банков новые деньги, которые им дают через банки. Механизм клиринговых расчетов избавляет от этой необходимости. Причем для реализации этого механизма у нас на самом деле есть все. То есть можно просто-напросто наделить федеральное казначейство соответствующими функциями. Для успешного функционирования клиринга хочу отметить две детали. Первое. Расчеты должны проводиться бесплатно. Обеспечение текущей хозяйственной деятельности клирингово-расчетного центра стоит совсем недорого и должно финансироваться из государственного бюджета. И второй момент. В этих клиринговых расчетах обязательно должно участвовать государство. То есть через клиринг должна быть возможность заплатить налоги, и через клиринг должно осуществляться финансирование бюджетных расходов. Естественно, нефть должна продаваться сугубо за рубли. То есть у нас сейчас совершенно потрясающая вакханалия творится во внешней торговле. У нас экспорт из страны почти что на 200 миллиардов превышает импорт в нее. Причем, что значит 200 миллиардов долларов? Это вот взяли, напечатали бумажки, нам отдали, а мы за них расплатились невосполнимыми природными богатствами. Вот помните, вот раньше хитрые европейцы торговали с папуасами, выменивали у них золото в обмен на стеклянные бусы. Сейчас мы, те самые папуасы, которые отдают свое невосполнимое богатство, в обмен зарезанную бумагу и битики в банковских компьютерах. То есть чтобы это дело прекратить, нужно сбалансировать внешнюю торговлю. То есть не совсем ее отменить, а просто сбалансировать. Экспорт должен равняться импорту. При этом на самом деле глубоко без разницы, в какой валюте он будет происходить, но если экспорт, скажем, основных сырьевых товаров будет проводиться в рублях, то тогда автоматически внешняя торговля будет сбалансирована. То есть сколько они смогли ввести нам товаров и получить за них рублей, вот только на такую сумму, на такое количество рублей, они смогут купить у нас энергоресурсов, сырья и прочей продукции низкого передела. То есть нужно установить такое правило, что экспорт энергоресурсов, сырья и продукции низкого передела осуществляется только через механизм биржевых торгов на российской торговой площадке через поставочным фьючерсом с базисом поставки до в границы России. Ну, собственно говоря, больше я, так сказать, не хочу углубляться, потому что на самом деле каждое предложение достойно трехчасовой дискуссии, поэтому давайте сразу вопросы. Спасибо большое. Так, вопросы, пожалуйста. Так, пожалуйста. Громче, громче. ГРМ. 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 Спасибо. Нет, не боюсь. Дело в том, что поставки энергоносителей насмерть привязаны к транспортной инфраструктуре. Если у вас нет терминала, вы не сможете пригнать танкера и разгрузить. Если у вас есть нефтепровод, рассчитан на 20 миллионов тонн в год, вы уже 21 миллион не прокачаете, не говоря уж про 30 или 40. То есть для того, чтобы отказаться от закупки российских энергоносителей, Европе придется прямо сейчас строить альтернативную инфраструктуру для того, чтобы прокачать нефть и газ в сопоставимых с выпадающими в случае отказа их от российских энергоносителей объемах с альтернативных направлений. У них сейчас таких ресурсов нет, поэтому никуда они не денутся, будут брать, либо откажутся брать, похоронят треть своей промышленности, ну как треть, германская треть, а вот восточная Германия там под 100%. Ну да, они конечно не умрут, но скатятся на уровень Монголии. Готовы они на это пойти? Нет. Значит будут брать как миленькие. А на них на здоровье, мы туда ничего не продаем. А еще раз говорю, поставки энергоносителей насмерть привязаны к транспортной инфраструктуре. Следующий вопрос. А пусть они там отоваривают свои доллары. Пусть они там отоваривают свои доллары. Дело в том, что у тех олигархов, которые сейчас находятся в Лондоне, у них нет рублей, у них есть доллары. А магического процесса по превращению долларов в рубли не существует. То есть вот эта конвертация, которой мозги забили, ее не существует в природе. Можно только обменять рубли на доллары при наличии их. Одно на другое меняется. Соответственно, если эмиссия рублей осуществляется государством, и государством контролируется, то эти олигархи со своими долларами здесь просто вообще ничего не могут сделать. Они не в системе. Так, последний вопрос, пожалуйста. Нет, такой вопрос. Наш центрабанк, проводя эмиссию в рубли, он для пополнения этого товара варенном пределы, выполняет одну важную работу. Он поддерживает низкий пункт уровня. Вот что будет, когда вы берете вот эту функцию центрабанка? Допустим, исчезнет репрессия, но тогда возникнет там другой. Тех, кто в курсе центрабанка, укрепление курса рубля, причем выше паритетного значения. И мы получим вторую шоковую терапию. Вот так будет. Не думаю. Если внешняя торговля будет сбалансирована, то тогда курс автоматически выставится, скорее всего, на паритете покупательной способности. И укрепление рубля вот сейчас бояться не надо. У нас сейчас, пардон, основные средства изношены в усмерть. И нам сейчас остро необходима модернизация и замена выходящего из строя оборудования. У нас по сельскому хозяйству износ, по промышленности износ, по всем отраслям износ. Поэтому если мы сейчас будем это модернизировать, а для этого требуется крепкий рубль и требуется покупательная способность рубля. Ну на здоровье. Вы не представляете, как они будут счастливы и свои комплектующие нам привезти, чтобы получить рубли, которыми расплатиться за энергоносители. А вот это вопрос регулируется квотами и таможенными пошлинами. Давно надо выйти из нее. Так, спасибо большое. Я думаю. Коллеги, поступило такое правильное предложение для того, чтобы нам создать общую коммуникацию. Оставляйте, пожалуйста, свои реквизиты. Пустите листочек по рядам. Спасибо большое, Виталий. Ага. Ага. Я слышу папку. Так, это Виталий Носенник был из Новосибирска. Виталий Георгиевич. Я думаю, вы подойдете к нему с Новосибирска. Давайте, пожалуйста, в моем доме. Так, Анатолий Александрович, возьмите это самое, поскольку у меня сейчас. Так, коллеги, значит, я представляю Санкт-Петербургский горный университет, доктор-наук-профессор. Значит, суть моего предложения в создании альтернативной денежной ликвидности для страны в частном порядке. Значит, мысль состоит в том, что сейчас мы находимся в состоянии финансового ледникового периода. Нас настолько скроили по ликвидности на всех концах, что мы фактически погрузились в паралич инвестиционной деятельности. У страны просто нету низкопроцентных долгосрочных ресурсов для стратегического развития. Ну, то, что это сделано умышленно, никто уже не сомневается. Вопрос состоит, как из этого выходить. С моей точки зрения, невозможно одновременно печатать, так сказать, высокопроцентные и короткие кредиты и низкопроцентные и длинные кредиты для промышленности в одном и том же инвестиционном контуре. Эту деятельность надо выводить за скобки Центробанка РФ. И единственный, на мой взгляд, вариант инвестирования промышленности и сельского хозяйства – это вариант за скобками Центробанка в рамках концепции альтернативной неденежной ликвидности, в рамках так называемого концепции инвестиционного рубля. Значит, вот здесь, в этой схеме, которую я предлагаю, она во многом заимствует германский опыт, в частности, два аспекта этого опыта. Первый опыт – это создание рентной марки в 1923 году. Второй опыт – это создание обращения мифовик-селей в рамках подготовки программы вооружений в гитлеровской Германии. Оба эти опыта предполагают, первое – создание залогового фонда, в котором бы консолидировались имущественные активы. То есть сейчас, на мой взгляд, фиатные валюты уже не актуальны для мира, и все ищут валюты обеспеченные. То есть возвращается интерес к обеспечителям. И естественным обеспечителем такого рода является имущество. Оно было естественным обеспечителем для Германии в 1923 году, оно естественное и для нас. Консолидируя такого рода внеоборотные активы, можно позволить себе выпустить векселя и, так сказать, создать первую секьюритизацию этих обеспечителей. Но вексель при всех своих достоинствах существует исключительно в бумажной форме, поэтому как средство обращения в инвестиционных контурах он не годится. Поэтому мое предложение состоит в том, чтобы на основе этих векселей выпускать электронные долговые расписки. Возникает новый имитент, финансовая компания, и она проливает балансы предприятий этими долговыми расписками. Естественно, они все сохраняют ту же самую обеспеченность, что и векселя, выпущенные залоговым фондом. Это второй кит этой схемы. Третий кит – это займовый конвертер, который предполагает то, что необходимо реализовывать три функции. Если такого конвертера не будет в схеме, то схема вся выродится и приобретет суррогатный характер. Как вымывались до этого другие суррогаты. Опыт у СССР, в частности и у России, богатый на суррогаты. Чтобы это была не суррогатная схема, а чтобы она нормально подпиралась традиционной ликвидностью, необходимо, первое, профинансировать все транзакционные издержки в этой схеме. Второе, необходимо научиться конвертировать короткие дорогие деньги в длинные и дешевые. И такие механизмы существуют. И третье, это надо обеспечивать котировку обращающихся в схеме электронно-долговых расписок. Значит, в завершении своего доклада хочу сказать, что исследование межотраслевого баланса России показывает, что в промежуточных отраслях скопилось много традиционной наличной ликвидности. Имеется в виду в обслуживании традиционного спроса базовых отраслей. По крайней мере 60%. 60% этой ликвидности безо всякого ущерба для экономики могут быть замещены вот этими долговыми альтернативными ликвидами. Значит, что позволит нам высвободить традиционную ликвидность для других целей. Во-первых, и избежать вот этого инвестиционного паралича, во-вторых. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопросы. Да. Пожалуйста. Мы имеем опыт, используя различных суррогатов в 90-х годах. И дело в том, что вы говорили, что должны переводиться в наличность, иметь возможность. Ну вот переводились. Я имею опыт в этом плане, как правило, под 15-20% с потерей. Насколько это… Не будет ли повторением этого же опыта? Ну я подозреваю, что спред должен составлять здесь максимум плюс-минус 3% между бидом и аском. То есть максимальная потеря при мгновенной купле и продаже должна составлять не более 6%. Нет. Если обеспечить квартибиржевой характер котировки, вот этой вновь порождаемой ликвидностью, то за счет естественных причин спред будет снижаться. Просто сейчас совершенно другая ситуация, чем в 90-х годах. Во-первых, мы вышли в интернет, во-вторых, мы вышли в электронные торги. Раньше этого ничего не было. Сейчас мы покупаем и продаем ценные бумаги по клику мыши. Поэтому ликвидность у всех этих схем резко возрастает. Мы живем немного в другую эпоху, чем мы жили в СССР и чем мы жили в Ельциновской России. Да, пожалуйста. А что субъекты создания залогового упора? Очень хороший вопрос. Значит, должна появиться, вот то, о чем сегодня говорилось на пленарной конференции, о наличии такого класса людей, которые в состоянии будут взять на себя ответственность за создание вот этой схемы. Это группа частных лиц, которая понимает, что если она не возьмет на себя ответственность за создание этой схемы, она просто не возникнет из ниоткуда. Это не государственная, это сугубо частно-корпоративная деятельность. Я сейчас веду ряд переговоров с различными элитами в различных кругах. Я лично прикрываю в этой схеме третье звено. То есть я занимаюсь исследованием высокодоходных схем и созданием специализированной ликвидности и котировальных механизмов. Вот прямой мой личный частный интерес. Первый и второй блок пока непонятны. Слушайте, коллеги, ну два вопроса задали. Я думаю, что это остальное шкалуар. Ну вот я уверен, что невозможно, имея ставку в 14% ключевую, создать полноценный инвестиционный ресурс для промышленности. Это нонсен. Точно так же вот Бабкин говорит, давайте сделаем ноль. Невозможно сделать ноль. По целому ряду оснований. Для того, чтобы сделать дешевый кредит, надо, во-первых, создавить сезон. Но давайте не путать. Это причинно-следственную связь вы путаете. Перед тем, как сделать дешевый кредит, надо, во-первых, изменить природу рубля. Не создавать процесс эмиссии, когда осуществляется через currency board и выводятся эмиссионные доходы из страны. О каком дешевом рубле вы вообще можете говорить? То есть природу рубля надо менять, эмиссионные механизмы, эмиссионные методологии. То есть метод эмиссии. Но это другой вопрос. Коллеги, значит, я себе позволю вернуться. Госпожа Хохлова очень просит. Давно. Приготовиться господин Хакимов. Вы извините, ради бога, в связи с тем, что был доклад у меня рассчитан на большее время. А можно какой-нибудь, чтобы я не голосом, а микрофон? Вы знаете, на большее время у организаторов можно взять видеоролик доклада. Это мультфильм о тех новых системах как раз обеспечения финансовой и не только финансовой, финансового суверенитета России. И есть доклад. Да, и потом доклад, демонстрация. Давайте. Давайте чуть попозже. Да. Я потом пробегусь по этим докладам. Сейчас я в связи с ограниченным временем скажу следующее. Первое. Постулат. Национальный финансовый суверенитет нет ни у одной страны мира. И в сегодняшней глобальной ситуации построен быть не может. Однако, в среднесрочной перспективе, и я хотела бы обратить внимание, что все докладчики, и мой возраст, к сожалению, говорит о том, при том, что я такого же приблизительного возраста, как и предыдущие докладчики, к сожалению, здесь совершенно не поднимался вопрос, что сегодня деньги – это не просто золото, это не бумага, а это цифра. И сегодня технологический суверенитет связан с денежным и финансовым суверенитетом в единое целое. Они неразрывны. Системы SWIFT, платежные системы и так далее, все системы, которыми мы пользуемся, на сегодняшний день, несомненно, будут обеспечивать наш суверенитет. Речь идет о следующем. Я представляю консорциум компаний, который предлагает новую сетицентрическую информационную систему. Это вот такая инфраструктура, это новая канализация, по которой будут ходить. Это новая система, в которой прежде всего необходимо, чтобы совместно работали, технократически совместно работали, Минфин, казначейство, Центральный банк Российской Федерации, наше министерство и ведомство, наши банки и так далее. То есть речь идет о том, что мы сначала для того, чтобы предыдущие, вот все докладчиков, и есть хорошие докладчики, чтобы сценарии, которые они предложили, мы могли системно, прогнозно описать прежде всего и посмотреть, спрогнозировать и понять, какое решение принимать, необходимо системно сначала смоделировать этот процесс. Сегодня мы это уже можем. Наше консорциум сегодня параллельно и альтернативно работает и создает систему управления страной, прежде всего в части обеспечения деятельностью и денежными средствами, которые не маленькие, прежде всего общественные финансы Российской Федерации. Общественные финансы Российской Федерации – это федеральные и региональные и муниципальные бюджеты, плюс Пенфонд, плюс ФОМС, плюс ФСС. Это безумные денежные средства, которые вполне в состоянии обеспечить, но они сегодня неэффективно расходуются, разворовываются, вывозятся безумным. Конечно, они и не обеспечивают суверенитет Российской Федерации, он не может быть обеспечен, когда мы не умеем управлять транспарентно общественными финансами. Я очень согласна с предыдущим закладчиком, у меня прошли за последнее время четыре встречи с четырьмя зампредами Центрального банка. Последняя встреча была с Департаментом информационных технологий Центрального банка Российской Федерации, в котором насчитывается 7 тысяч сотрудников. 7 тысяч. Вопрос, какое количество информационных систем там стоит? С тысячи информационных систем, в которые фрагментарно кто-то подкручивает инфляцию несистемно, кто-то подкручивает эмиссию, кто-то. О каком сценарном, эффективном, осознанном, научно обоснованном принятии решения можно говорить в нашем Центральном банке? Я хочу сказать, что даже сказать, что они хороший и эффективный инструмент ФРС, тоже об этом сказать не могу. И ФРС точно так же. Сегодня настолько сложна предметная область, сегодня настолько сложна специфика управления финансами, что и ФРС неэффективно управляет даже своими колониями, созданными колониями. Вопрос заключается в следующем. И у меня к уважаемому собранию и к МЭФу большое предложение. Помочь, содействовать, чтобы убрать у нас в России есть новые информационные ситицентрические системы, которые мы хотели бы использовать в управлении нашего государства, а в дальнейшем предложить мировому сообществу. На сегодняшний день можно в единой системе посмотреть все бюджеты страны, взаимовязанные со всеми государственными и региональными программами. Можно видеть, как разворовывается и неэффективно управляется страна. Вопрос заключается в безумное противодействие госпожи Нестеренко, Минфина. То есть у нас с вами и органы все есть, им нужно дать эффективную систему управления. Сегодня нет этой ни у правительства, ни у Центрального банка эффективной системы управления. Вот сегодня, позавчера отчитывался господин Чеханшин о том, сколько он выявил в ГАЗГОЗе 11 тысяч нарушений, это Росфинмониторинг, реализации ГАЗГОЗа. Но это получается, что мы все время идем с вами, мы не сделали ни одного превентивного действия, а мы все время сконцентрировались всего лишь на двух операциях. Выявление постфактум, посмертно и карать. Тюрем не хватит. Все тут говорили о том, что у нас есть 3% предпринимателей высокого уровня. Да нет, что вы. У нас 140 миллионов предпринимателей. У нас каждый врач предприниматель и прекрасно знает, как извлекать прибыль. У нас каждый дворник предприниматель на своем месте. У нас каждый министр предприниматель. Все у нас сегодня говорим о едином таком явлении, как дальневосточный наш только что посаженный в тюрьму Хорошавин. Но если мы с вами посмотрим бюджеты, как они расходятся, и как эти финансовые структуры работают с финансами страны во всех регионах, мы увидим эти же самые слепки. И это все на сегодняшний день. Вот в информационной системе, транспарентной информационной системе видно. Все эти уши видны. Все абсолютно, все телодвижения и все транзакции абсолютно видны. Вопрос идет о следующем. Я прошу уважаемого собрания. Прежде всего, если есть желание. Первое. Вы можете ознакомиться. Мы оставим все координаты с новыми подходами построения систем управления, информационных в том числе, но и сетевых систем управления государством. Это вот первое, что мы вам предлагаем ознакомиться. Второе. Можно подключиться и посмотреть, как вообще устроена система управления государством, сетиться на сетинцентрических принципах. Это второй момент. И третий момент. Содействовать внедрению новых систем управления в государство. Спасибо. Спасибо, Марина Николаевна. Вопросы, пожалуйста, Виталий. Слушаю. Вы знаете, дело в том, что это сети, центрическая, это значит. Дело в том, что ничего централизовано, вот так иерархически, когда что-то навязывается сверху вниз, или надо строить систему снизу вверх. На сегодняшний день предельное состояние любой сложной системы – это сетевое состояние. То есть речь идет о некой сетевой рефлексии. Если вы захотите посмотреть обоснование, математическое обоснование этого, вы сможете увидеть на наших ресурсах и обосновать. Мы в дальнейшем, там, в калуарах я вам обязательно все расскажу. Пожалуйста, второй вопрос. Можно прийти и посмотреть. Вы можете зарегистрироваться, как у нас… Есть такое, у нас создано вольное сетевое сообщество NetCentric. На нем можно зарегистрироваться в качестве прохожего. Вы получите доступ к G3 России, и вы сможете бюджет слева направо, справа налево смотреть в режиме онлайн, вот просто сверху вниз. Единственная проблема – это исполнение бюджета. Мы с господином Артюхиным без конца говорили о том, что нам необходимо, у нас сделан интерфейс для закачки ежедневного платежа, операционного дня страны по платежам казначейской системы. В единую среду для расписывания всех платежей. Но, к сожалению, до сих пор это должна быть открытая информация для страны. Она не сделана. Мало того, госпожа Нестеренко и господин Артюхин, и вообще, к сожалению, вся система электронного бюджета в Российской Федерации сегодня делается на принципах Всемирного банка. Я очень серьезно противодействую этому процессу. На каждом совещании пишу особое мнение по данному вопросу. И все, что я, к сожалению, заработала, это то, что меня послали для того, чтобы приняли вот такое решение во Всемирный банк, к господину ДНР, который, внедряя у нас… Ну, о каком суверенитете мы можем говорить, когда мы и в казначейство поставили Oracle e-Business Suite, плохо внедрив его, когда, несомненно, здесь и информационная безопасность, и кибербезопасность. Вообще, что делает наш совбез, я вот до сих пор не знаю. Письмо, написанное на совбез, разбирается месяцами. В ФСО господину Мурову по как раз распределенным ситуационным центрам страны 19 октября 4 месяца нет ответа, расписанного на первый отдел ФСО. И это дело очень тормозится. Мы работаем, мы просто собрались, вот 152 предприятия уже, мы создаем альтернативную и параллельную систему управления страной, какой мы хотим, и мы это делаем и будем дальше продолжать. Вы можете подключиться. Спасибо большое. Коллеги, много рук, поэтому давайте в кулары, потому что мы иначе не выйдем за регламент. Значит, господин Хакимов, готовится господин Халидов. Я сам из Воронежа. У нас небольшой аналитический центр Юминат. И одновременно я являюсь спикером международного валютного рынка Форекс. В Москве здесь мной сделаны уже 6 докладов с мая 2012 года в гостинице «Славянская». Последние два доклада выложены на Ютубе. Если кому-то будет интересно, можете в интернете, можете в Яндексе посмотреть информацию, в Гугле и ознакомиться там. Вопрос касается об информационных технологиях. Вот как раз вот предыдущий оратор говорил это. Я вам скажу, что мировая цена на нефть, бренд, до 2000 года в течение 25 лет была 10-20 долларов за баррель. И вот представьте себе, что за 15 лет за счет роста мировой цены на нефть, газ, привязанных к цене на нефть, золото, только вот эти три актива в экономическое пространство России загнали 3 триллионов долларов финансовых бит информации. И весь вопрос, как мы использовали вот эти финансовые ресурсы. Вы все знаете, на Рублевке из 2000 домов уже 600 продаются. В Москве построено 10 бизнес-центров, 2 пустуют, а 8 остальные сданы на 50%. Вот эти вот мероприятия, АТС, там, универсиада, Сочи, прочее. Кто там работает? Гастарбайтеры работают. И, естественно, 70% оплаты труда куда они отправляют? На родину, чтобы кормить свои семьи. Вот как у нас использовались 15 лет эти ресурсы. Если в Америке или в Европе миллиардеры, богатые люди, ну, своих государств и даже планеты, они свои миллиарды вкладывают не в яхты, не в спортивные клубы, они вкладывают свои миллиарды в научные фонды университетов. Понимаете? Вот тот же... А что? А какое отношение? Ведь финансовая безопасность, от того, как вы руководите своими финансами, вы в семье, если руководите плохо, то вы всегда будете в кризисе. И так же и здесь. Как мы руководим теми финансами? Почему это к теме не относится? Это вот именно непосредственно, как вы руководите своим бюджетом семейным? А технологии мирового экономического пространства в интернете все это есть. Единственное, я... Почему вышел сюда вот на сцену? Любой форум, он эффективен тем, если предложение идеи форума материализуется в реальную жизнь. Вот я два предложения делаю. То есть в одном или двух университетах России создать факультеты электронной экономики. Это первое. Куда принимать математически одаренную, аналитически мыслящую, психологически устойчивую молодежь? Это первое предложение. Второе предложение. Поменять экономическую модель управления государством. То есть всех губернаторов, то есть всю пирамиду государственной власти посадить на социально-экономический контракт. И через год делать орг-выводы. Если вор, значит место в другом месте. Если дурак, иди вагоны разгружай. Вот эти два предложения. А если кого вдруг будет интересовать технологию... Спасибо. И теперь вот здесь вот я написал доклад. Почему, в чем разница бивалютная корзина или плавающий курс рубля. Я вам приведу просто две цифры. В 2008 году, когда была бивалютная корзина, Центральный банк России затратил 200 миллиардов долларов на отрушение этого пожара. В этом году за 6 месяцев Центральный банк затратил всего 44 миллиарда. Вот считайте. Все лимитно. Спасибо большое. Так, вопросы, пожалуйста, коллеги. Так. Нет вопросов. Спасибо. Так. Господин Халидов. Так. И последний доклад на сегодня господина Терба. О, Терба. Прошу прощения. Все время хочу ударить на последний доклад. Друзья мои, друзья, друзья мои, коллеги. Здесь собрались мы для того, чтобы обсудить действительно животрепещущую, действительно актуальную проблему. А не... А, я извиняюсь. Мы здесь собрались для... Не для ликбеза, а для обсуждения путей, механизмов выхода из того состояния, в котором находятся Россия и Евразийские союзы. Это не совещание, это не ликбез, это не обмен опытом, это не обмен знаниями, а обмен идеями. Поэтому я обозначил свое выступление как политтехнологические, геополитические аспекты достижения финансового суверенитета России, а в перспективе Евразийского союза. Это архисложная задача, настолько сложная, что трудно представить. Потому что вся система, которая политэкономическая в России построена за последние 25 лет, она заточена на разрушение страны. Она несуверенна. Она выполняет совершенно другие задачи. Поэтому ядро экспертов, которая взяла за решение этой задачи, мы должны это ядро поддержать во главе с Катасоновым, во главе с Анатолием Оттыревым, во главе, я прошу прощения, Недосеки, да, и Хохлова. Расширит этот круг экспертов, которые могут поставить проблему, правильно поставить проблему. Давайте сформулируем сперва проблему. Все-таки надо задать все вопросы. Первый вопрос. Постановка проблемы. Чрезвычайно узкая экспертная база. Либералы выжгли это поле за последние 25 лет. Следовательно, надо объединяться. Постановка проблемы номер один. Вторая проблема. Это чисто политпиарный срез проблемы. То есть, где наша поддержка на пиарном фронте, на политическом фронте? Или мы так далеки от народа? И третий. Какой тип независимой финансовой системы, относительно независимой, конечно, нам нужен? То есть, третья задача, третья проблема, это, собственно, научно-экспертная проблема, где финансовые аналитики должны в узком кругу обсуждать, какой тип финансовой системы, финансовой кредитной системы нужен для России и Евразийского союза. Есть китайский тип, есть англосаксонский, американский тип, есть иранский тип, есть колониальный тип, который здесь реализован в России, или полуколониальный. Так. И четвертый срез проблем, четвертый вопрос. То есть, какой должна быть технология выхода из наличного, перехода из наличного состояния, в котором Россия сейчас находится, к тому идеальному состоянию в политэкономическом плане, которое мы хотим добиться? Так. Это вопросы политтехнологии, это вопросы гуманитарной технологии. У нас есть союзники в Казахстане, у нас есть союзники в Беларуси. Задача поставлена Владимиром Путином перед Министерством финансов, перед Центробанком, разработать до 1 сентября финансовую доктрину. Но мы, я уже заранее знаю, какую доктрину они разработают. И эта доктрина не будет устраивать ни белорусского батьку, ни казахстанского лидера. Следовательно, надо искать союзников там. Союзники в Казахстане, союзники в Беларуси, а союзники в России – это широчайший экспертный пул, плюс, значит, определенные политические и общественные движения. И надо искать союзников в этом ряду. Таким образом, я вычленяю, выделяю следующие этапы. Расширение круга экспертов. Следующий этап. На концептуальном уровне разработка доктрины. Да, да, да. Россия и Евразийское экономическое сообщество. Доктрины. В виде кратких очень тезисов. В виде кратких очень тезисов. Далее. Контакты на уровне стран, элит, политэкономических, элит Евразийского экономического сообщества. В Беларуси и в Казахстане. Потому что задача, промежуточная задача какая стоит. Сформулируем эту задачу. Попробуем сформулировать. Промежуточная задача стоит получить заказ на разработку программы финансово, новой финансовой кредитной системы. Строительство это. То есть мы должны получить проект. А прежде чем его разработать, надо сформировать этот пул. А сформировав пул, выйти с идеей перед элитами. Я имею ввиду руководцами Казахстана и Беларуси. Далее. После контактов, после того, как я верю, что на этом уровне поддержка будет. Дальше. Значит, мы получаем заказ. Вернее, экспертный пол получает заказ. Согласно этому заказу разрабатывается программа. То есть, или программа, или серия круглых столов и конференций, на которой уже обсуждаются разные типы финансовых кредитных систем. Какая наиболее удачная для России, а потом евразийского экономического сообщества. Исходя из тех вызовов глобальных, региональных, перед которыми стоит Россия, наши соседи в евразийском пространстве, ШОС и так далее. То есть, это серия конференций, круглых столов, где отрабатываются идеи, концепции, программы. И мы получаем на выходе продукт, ну, как минимум, два варианта финансовой кредитной системы. Два или три варианта, которые могут рассматривать в Кремле, в Астане, в Минске, как возможные, значит, исходя из такой стратегии строительства евразийского экономического сообщества. Вот, собственно говоря, значит, кратко, очень тезисно, политтехнологические и геополитические аспекты проблемы, которые мы хотим решить в стране. И, наконец, я затронул политэкономические аспекты вот этой проблемы. Я прочел здесь тезисы, которые мне дал Анатолий Отреба. Вот этот политэкономический аспект здесь из такой постановки проблем вытекает, автоматически вытекает, что на вооружение уже надо брать теории межотраслевых балансов. Я рассуждаю здесь как политэконом, как геополитик. Плюс индикативное планирование, плюс стратегическое планирование. Это полный отказ от неолиберального наследства, политэкономии, строительства страны, строительства Евразийского союза. Вот наш коллега Арбузов, я думаю, он согласится с этим. Я и вас включаю в экспертный пул. Вот, собственно, с какими идеями я хотел поделиться в этом плане. Могу сказать следующее. Значит, мы исходим из того, что Владимир Владимирович Путин находится в неком информационном вакууме, созданном вокруг него либеральными экспертами. Этот информационный вакуум частично удается преодолеть таким нашим союзникам по задачам, как Глазев Сергей. Собственно говоря, больше я не могу перечислить, кто еще может ему, Владимиру Путину, объяснить всю порочность системы, которая у нас здесь построена. То есть использовать и этот канал, он советник президента все-таки. И главная промежуточная задача – получить заказ. Если есть заказ, будьте уверены, можно серьезно поработать. И не будет, извините за выражение, вот такого базара, как здесь. Почему базар случился? Потому что, ну, первый раз встретились, кто во что гораст, значит, непонятно, кто субъект перемен, кто будет продвигать эту идею. Или это все останется на уровне разговоров. Надо ставить задачу ясно, четко. Промежуточная задача такая, стратегическая такая. Речать его надо известными методами политтехнологий или там на основе здравого смысла. Но здравый смысл не всегда помогает. Я работаю с рядом экспертов, которые в Евразийском экономическом союзе достаточно влиятельны, к их нему голосу прислушиваются. И можно с ними скооперироваться. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. У меня вопрос такой. Вообще-то заработка финансовой системы... Что? Финансовая система является частью вообще экономики. Ну да, политикономической системы, да. Либеральная рыбинская экономика показала свою предстоятельность на праздник. Нужна другая модель экономики. И чтобы после этого можно говорить о том, какая финансовая система там, чтобы обеспечить вообще функционирование. То есть нужно первое, что сделать, что сделать, чтобы разработать эту модель. Но это прежде, если думать, что это все, что это плановый рынок. Ну, после этого там вести и разработку. В системе мер, финансово-кредитная система, подсистема, это центральное звено, это системообразующее звено, политикономическая система, которую мы хотим. Сейчас мы не будем дискутировать и отвлекать людей. Ну мы с понятны, да. Надо сначала какие-то рекордные точки по экономике налетить и, исходя из этих гипотек, проектировать финансовую систему. Только в этом смысле. Это я. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте. Здесь вообще идея этого круглого стола потом была действительно поддержана. Да, да. Мы не сразу, как-то она родилась. Алло, алло. Да, да. Идея такого круглого стола родилась не сразу, а вот когда она родилась, ее тут же поддержало руководство. Значит, организационный комитет, форум. Вот. А чем мы руководствовались, когда вообще родили эту идею? Ну, во-первых, все утверждают и все уже знают, и не только утверждают, что Россия финансово несуверенное государство. Суверенитет, ну, суверенитет категория политическая. Суверенитет категория политическая. Финансово несуверенное государство, но политически несуверенно тоже. Следовательно, ну, можем рассматривать Россию как внешнеуправляемую страну через финансы. Ну, это факт, который мы просто уже констатируем. Еще степень важности вообще финансовой системы, и не только финансовой системы, но и эмиссии денег, я бы хотел буквально тезисно отразить здесь вот на самом большем уровне. Дело в том, что мы сегодня говорили, предлагали технические решения обеспечения финансового суверенитета. Но для того, чтобы технические эти решения предлагать, нужен был субъект в стране, которому эти востребованы, кто бы реализовал это. В стране финансовая система, она как бы не то, что несуверенна, мы пришли к выводу, что она действует, вся финансовая система, финансовые власти, не способны или не обеспечивают интерес России. Здесь хотел бы вот что я отразить. В современных условиях на глобальном уровне влияние политической силы зависит от наличия у нее суверенного эмиссионного центра и степени мощи этого центра. Это как бы вот такой тезис. На внутригосударственном уровне влияние политической силы зависит от степени ее близости к национальному эмиссионному центру. Это к сведению патриотов России, каждый из которых персонально отрезан от всех значимых финансовых потоков, а единицы, которые по каким-то причинам оказались допущены к ним, находятся под жестким контролем сил, контролирующих мировую финансовую систему. Эти же силы полностью контролируют политическую ситуацию и в России. И мы, играя по их правилам и, по сути, находясь под контрольным им поле, собираемся победить их. Пора понять бесполезность такого занятия и, наверное, надо менять правила игры. Как менять и что делать, это уже политический вопрос. Ну и, значит, раз, но это уже не здесь. Наверное, обсуждать, во-первых, надо, наверное, создавать новую элиту. Как ее создавать, это уже методологи отдельные. Теперь, значит, от чего мы исходили, когда сегодня? Мы хотели получить в результате проведения этого круглого стола какой-то результат, который бы пользу принес сегодня всем. Мы решили принять резолюцию, в которой мы хотим дать оценку состояния финансовой системы страны и оценку деятельности финансовых властей, которая была подписана и экспертами, которые здесь сегодня были, и не только тех, которые присутствовали здесь, и тех, которые не могли присутствовать. Мы эту резолюцию собирались разослать, и чтобы, значит, ее... Потом она стала документом, резолюция с оценкой финансовой системы, состояния финансовой системы страны и деятельности финансовых властей, подписанная многими экспертами, это документ, от которого просто так отмахнуться уже никто не сможет. Это можно будет отправлять его как документ, уже открытое письмо и президенту, а можно даже и в генеральную прокуратуру отправлять. Вот такой документ мы хотели получить на выходе. Теперь, значит, недавно я хотел бы практически вернуться к... На днях тут президентам не то, что на днях. 13-го числа президент спустил задачу Центробанку и Министерству финансов создать финансовую систему... Как бы не создать финансовую систему, создать условия для... Или же обеспечить создание условий для создания евразийского... Единой евразийской системы, финансовой системы. И спустил эту задачу Центробанку и Минфину, и правительству. Причем, к первому сентябрю они должны дать продукт. Но мы прекрасно знаем, какой продукт они могут дать. Они дадут такой продукт, от которого все союзники просто разбегутся. Теперь стоит задача. Нужно, наверное, создавать альтернативную, с учетом интересов казахцев, то есть союзников. Причем, создавать ее нужно с привлечением именно и казахских, и белорусских экспертов тоже. И при этом ведь лоббистами такой продукта такого станут. И, я думаю, и Лукашенко, и Назарбаев. Поскольку, если эта система будет создана с учетом их интересов. Сегодня с Катасоновым мы тоже с Ильей говорили. И он согласился возглавить такой комитет или комиссию, которая возьмется за написание вот этой концепции, этой системы. А дальше, может быть, ее удастся детализировать тоже. Может быть, потом удастся и детализировать. Мы переговорим и с руководством, и с Бабкиным, и с другими людьми, которые могли бы, может быть, придется и профинансировать. В общем, задача сегодня стоит перед нами такая. Или же мы получаем продукт от финансовых органов, который нельзя будет использовать, и от которого разбегутся. Или же мы получаем систему, которую можно... Если мы удастся создать на основе такого документа действительно финансовую систему наднациональную, союзную, то тут уже можно будет выходить из под влияние Рублева, сегодняшнего центробанка. То есть создавать новый какой-то эмиссионный центр. Уже какой-то шанс появляется. Вот тут уже можно говорить о суверенизации даже, поскольку через финансовую банку, то есть наш центр, банк, мы-то рассматриваем как филиал Федеральной резервной системы. И в связи с этим, значит, вот задача, которую мы хотим решить. И я хотел вам зачитать проект резолюции, наверное, довольно так, на полторы страницы. Мы проект резолюции представили Катасонову сегодня, только он вес какие-то свои поправки. Но все равно это не сама резолюция, я вам могу ее зачитать только проект, который потом мы дошлифуем. Я думаю, разослать мы должны будем всем или где-то ее выложить, чтобы удаленно эксперты могли подписаться под ней. Я думаю, что весь опыт, перечень, который здесь есть, мы складную рассылку по электронной поиске этого... А? Ну так надо записывать? А чего? Вот. Как вы считаете, зачитывать мне, она на полторы странички получилась резолюция, зачитывать ее минут 5-7 это, наверное, отнимет все-таки, или же мы просто разошлем и вы... Ну, деятельность, значит, оценка деятельности, состояние финансовой системы, идея. Финансовая система, значит, суверитета нет, финансовая колоссия, финансовая колония. Значит, как осуществляется механизм ограбления России через финансовые системы? Через уводы из страны эмиссионного дохода, образующиеся в процессе создания рублевой массы. Через наполнение трудом россиян, релиальным содержанием долларов, являющихся фиатными деньгами, долговыми обязательствами его эмитентов, на которые обмениваются реальные продукты, создаваемые россиянами. И так далее. Ну, в общем, механизмы мы указываем, как через доллар, значит, эксплуатироваться и Россия, и ограбиться Россия. И, значит, предлагаем, значит, создать, да, предлагаем создать финансовую доктрину России. Есть военная доктрина, есть много доктрин, но необходима финансовая доктрина. Это как обязательное условие. Кстати, тоже мы сегодня с Катасоновым оговаривали, нужно создавать команду, которая будет писать эту финансовую доктрину тоже. Слушай, заказчиков как такового пока нет, но все мы уже работаем давно, за спасибо, на благо России тоже, наверное, если появится реальный заказчик, замечательно, значит, будет качественная доктрина, и качественная она будет. Что еще здесь хотели? Ну, вот основные, главной целью национальной финансовой системы должно быть обеспечение финансовой самодостаточности и безопасности. Основными задачами финансовой системы должно быть создание качественной, суверенной национальной валюты. Второе. Насыщение национальной экономики и национального рынка качественной денежной массой в объеме необходимых для их полноценного функционирования и развития. Следующий пункт. Обеспечение финансовой безопасности России. Точка. Достигается через жесткий контроль трансграничного перемещения капиталов, входить на российский рынок и выходить из него, капитал должен исключительно в интересах России. И так далее. Посмотрю, что еще здесь важны, какие моменты. Ну, в общем, вне отражена необходимость обеспечения финансовой системы. Вот мы... А, все зачитывать? А? Да. И каждый выносит, может, поправки, какие дополнения, вносит свои пожелания и так далее. У меня предложение такое. И проинформировать потом, что ответят вам, чтобы мы могли уже от себя, от своих ответственных организаций направить в свои замечания. Понимаете? То есть, концептуально принимается. Тогда ставим на голосование его, да? Это финансовое заседание должно подводить, а при первой, второй, третий, что мы хотим, и чтобы требовать этого выполнения, а не просто рассказать, что мы можем. То есть, вы предлагаете ставить на голосование. Но, кто хочет воздержаться или против, но кто-то, правильно говорит, не понимаете, здесь и все. Но, зачитывать всю, да, но концептуально вот то, что я сказал. Из-за обеспечения финансового... Концептуальное голосование. Кто за принятие, за основу вот такой резолюции? Против? Да, голосуем. Против есть? Воздержавшийся? Есть воздержавшийся, понял. Поправка Сергея Алексеевича. Я химик, кончил химфак. Значит, ну, директор Голд Юнит Центра. Это центр золотой единицы. Та единица денег, которых не хватает. Здесь Марина Николаевна Хохлова замечательно выстроила систему. Я сейчас вам двух слов, ну, потерпите буквально несколько секунд. Вот, я хотел несколько буквально слов сказать, все-таки, как обеспечивает суверенитет Китай, как он борется за суверенизацию. У нас положение лучше, чем у Китая. Понимаете, он создал альтернативу, он расщепил монополярный мир, он, по сути, как говорится, провожает доллар. Он создал в Шанхае золотую биржу, мы уже предлагали давно, только за юаня. Мы на втором месте в мире после Китая притык обогнали США по золоту. У нас первое, второе место по золоту выше Америки. Первое место по нефти выше Америки и то, чего нет в Китае. У нас абсолютно самодостаточная система. Суть в том, что, как бы, реализовать потенциальные возможности, начать национальную эволюцию. Я все сказал. Я все сказал. Вы принимаете? Я абсолютно принимаю, но с ученым для того, чтобы, как говорится, я обиноват. Спасибо. Так, замечание еще было? Да. Ну, пожалуйста, только очень коротко. Валентин Юрьевич. Валентин Юрьевич, он говорил о методизике вопроса. Это действие, вот, предложение такое, чтобы вот эту нефтирующую методизику, которая не совсем оказывается методизикой, как, посмотреть на то, что вот Россия, как держава, крупная экономическая держава, которая может дать в нее новое, я не знаю, новое понимание денег, поскольку у нас финансовая безопасность, то нам нужно сегодня говорить о том, что деньги – это капитал, который накапливается, энергия, который сохраняется. И те выводы, которые из этого следуют, это более комплексная задача. Она выходит на рамку, собственно, резолюции, она несет некоторое культурное содержание в том, что мы сегодня обсуждаем. И вот если мы говорим о задаче, как о задаче, 35, то на что мы достаём на цель, то мы должны в этом сайте целости с объединением в едином. Мысль понятна, согласен, что вообще Россия не достаёт мифологии и идеологии. И только потом из мифологии, идеологии, культурно-ценностных кодов вытекают социальное устройство, политическое устройство, экономика, и только уже финансы где-то в самом конце. Я просто говорю, это наука. Понятно. Это наука, экономическая наука. Понятно. Просто наша сейчас задача, она сугубо конкретно практическая. Это заявить о неблагополучии современного состояния финансового России и предложить механизмы выхода. Это понятно. Мы это услышали. Это юридическое замечание государства. Суверенитет – это юридическое понятие. Если у вас, как на результате гражданской кодовки, то она не может пользоваться защитой суверенитетной государства и международных государствами. Во-первых, мы должны принять закон, что это есть в европейской стране, об уличной собственности государства, на его актив, на ко дну и на другое имущество. С этого найдётся вопрос о создании суверенности, как и не финансов, и любое, как бы даже не было. Я просто время не стал терять. Я запишу, пожалуйста. Нет, это сложно, здесь как раз за формой собственности было. Я не стал бредить, я экономил его бредить. Новые теории денег. Вот эти вот проекты, они не могут быть результативными. И то, что мы можем, вот как экономическая тропа, предлагать это именно новое понимание денег. Именно в рамках теории денег, эти модели экономического роста. Понятно. Ну, в общем, как сказал Чаадаев, Россия призвана к тому, чтобы преподать миру некий предметный урок. Мы продолжаем учить мир каким-то высоким ценностям. Согласен с вами. Хорошо. Так, коллеги, значит, есть предложение закончить на этом. На сегодня, значит, мы берем на себя как оргкомитет этого стола, обязательство разослать во все адреса, которые у меня здесь есть в перечне, все материалы, которые касаются стола, включая проект резолюции, шаблоны для подготовки докладов, если кто-то не успел подготовить, и, соответственно, результирующий электронный сборник. Благодарю за внимание. Спасибо вам.